Всем привет, друзья! Вы на канале Шедвель Игровой Миры. Меня зовут Дмитрий. Настает время приехать в Сэндорог. Место, где совсем нет травы, где золотые пески везде и повсюду. А мы с вами будем ездить на верблюдах и играться с каким-то зверьком, который у нас на экране. Те, кто смотрел портию, я думаю, знают, о чем пойдет здесь речь. Эта игра мало будет чем отличаться от MyTimeAtPort, потому что, ну, сами понимаете, один разработчик, одна концепция и, собственно, одна этаж технология. Я бы в эту игру, конечно, бы сейчас не начинал играть, если бы не ваши многочисленные заявки, хотя бы попробовать посмотреть одну серию. Как вы видите, альфа-версия игры, то есть самая-самая-самая ранняя стадия игры, где, собственно, мы только, наверное, создадим персонажа и посмотрим, что вокруг да как находится. Все остальное, диалоги, персонажи, задания, квесты будут допиливаться со временем. Как вы помните, в порте мы с вами начали играть после официального релиза игры, может даже через какое-то время. И там еще были пробелы, то есть там мы ожидали, когда появится тот или иной квест, тот или иной персонаж. И даже после релиза, а это прошло два или три года, пришлось еще ждать контент. И мы проходили портию с вами пару лет, ну, ладно, год, может, точно проходили. И через год после релиза мы выполнили с вами финальную версию, финальный квест портии. Это построить корабль, который, собственно, как вы понимаете, и завершил историю в прошлой игре. А на это ушло годы. Здесь же это самое начало, и если сделать правильные выводы и проводить аналогию с предыдущей игрой, то все закончится где-то через годика 3-4. Но в любом случае, мы сегодня с вами попробуем в нее поиграть. My time at Sandrock. Пора отправляться в пустыню. Поехали. Ношение Sandgear поможет вам противостоять негативным последствиям песчаной бури. Ну, вот видите, здесь свои есть определенные последствия. Здесь будут песчаные бури. Мы же жили с вами на зеленых лугах, мне так нравилось то место, конечно, наша мастерская там находилась. А вот тут мужик уже приготовился, собственно, к пустыне. Он думает, что кактус на его футболке его спасет от жары. Кстати, что я могу сказать. Персонаж выглядит немножко взрослее. Если мы в порте создавали с вами персонажа примерно трехлетнего возраста, который хотел завести детей и семью, то здесь ему лет... Ну, лет двенадцать точно уже есть. Ну, красавец. Так, ищешь девушку, что можно создать? Смотрите. Опа! Ну, девушку мы не создаем по понятным причинам, потому что нам нужно будет заводить отношения и строить семью. Как мы будем с вами пару выбирать, я не знаю. У меня это не получится, если я буду играть за девушку. А вот за парня вполне себе получится. Так, что тут у нас? Зовут нас Макс. Нифига подобного. Нас Макс никак не могут звать. Нас зовут Шед. Ну, Шед у нас был в порте, поэтому мы назовем его, как обычно, Шеди, как это было во втором сезоне Старди Вэлли. Все готово. Что это такое тут? Основная информация. Так, подожди, я тут что-то еще улетишь отсюда, и будет вот такой парень у нас. Нам пока он не нравится, мы сейчас будем его переделывать. А ну, смотри на меня. Так, есть. Голос мастера. Что это было? Это твой голос? Тебе что-то тревожит? Слезозвуки. А ты говорить не умеешь? Не, не умеет. Ладно, понятно. Всего два голоса. Можно без озвучки. Да нет, без озвучки не годится. Короче, у нас всего два голоса, мужской и женский. Нет, четыре голоса, но они одинаковые. Вообще, не там было два слова там, привет, халду там сказать? Ладно, оставим первый. Тихие-то как будто тебя бьют. То есть, тебя избивают, и я должен понять, какой голос мне больше нравится? Чем? Странно. Ладно, Шэнди, поехали. Это люк. Это твой люк. Так, кожа. Кожа у нас, ну, пустына. Если мы приедем вот такие, то мы сразу же сгорим. Вот такие мы приедем, по умолчанию. А это что, дополнительный цвет кожи? В каком месте? Ладно, давай не надо. Давай не надо. У нас, в принципе, все устраивает. Сейчас еще будут там... Как отсюда уйти? Подтверждаю. Все, есть, отлично. Отличный цвет кожи. Во всех местах одинаковый. Это самое главное. Дальше. Все, кожа готова. Блин, давай я выбрал кожу. Подтверждаю. Чуть-чуть мы такие подзагорелые. Все-таки в пустыню едем с вами уже подготовлены. В солярий залетели перед этим. Форма лица. Всего три вида. Всего три вида. О, боже мой. Верните предыдущую. Так. Три вида какие-то странные. Так, нос. Сразу же нос. А где нос? Как нам нос подформировать? Овал лица. Что-то ты мне не нравишься. Ни в каком виде. Ширина подбородка. Ну... Так не ширина, но не особо длина. Шенни, не позори наш рот. Опа. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. У меня просто вкусная жвачка сегодня. Хоу-хоу. Да, мы его будем долго создавать. Ну что, смотри на меня. Ну так себе шея. Овал лица. Ну подожди. Подкруглим тебя чуть-чуть. Ты явно что-то взял сегодня, да? Про запас. Чтобы не голодать в пустыне. Смотрите, вот так. А тут и не видно. Все, обожрался. Давайте. Давай вот. Ну блин, ну что ж с тобой такое? Ширина подбородка. О! О! Начинает на человека быть похожим. Длина подбородка. Чуть-чуть ниже, да не надо. Вот это нам... Оп-оп-оп. Уже не видно, видишь? Оп-оп-оп-оп-оп. Ладно. Вот. Все. Отличный парень. Нос. Нам надо нос быстро... Я его отключил. Подтвердить здесь. Это вернуться. Все, давай еще раз. Еще раз. Раз. Ширина подбородка. Два. Уже другой совсем получается. Длина три. Положение подбородка. Четыре. Смотри сюда. Смотри сюда. Так. Все готово. Подтверждаю. Нам нос нужен. Нос. Мне даже не сколько ушей интересны. Все остальное. Высота носа. Размер носа. Переносится. Длина носа. Но стоп. Пиноккио нам не нужен. Так. Во. Годится. Ширина носа. Ну, переносится в смысле. Нет. Ширина переносится. О. Ха-ха. Ха. Мы будем с вами следопытами. Мы будем с вами следопытами в пустыне. Или очень трудно дышать. Нет. Вот так давай. Так. Есть. Такая глубина переносится. Тут надо смотреть сюда. Блин. Какой-то нос не очень. Те размер носа. Маленький. Ну что. Годится. Все. Носом. Нет. Высота носа. Подними чуть-чуть. Выше нос, друг мой. Мы едем в мою пустыню. Размер носа. Я не знаю какой. Вот такой вот. Годится. Да вроде нормальным. Давай. Только я эту кнопку нажимаю. Форма лица есть. Прическа. Да. С прической беда тоже. О, тебя я вижу. Пчелка. 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 Хвостик. Какой нафиг хвостик? Основной цвет волос. Смени, во-первых, цвет волос. Не годится. Это как седой. Ты еще ничего не видел. Уже посидел. В насыщенной смысле. Насыщенность чего? Это цвет волос, что ли? Тон волос? Ладно. Все. Вот так вот. Такая сменитая. Прекрасная прическа. Все. Подтверждаю. Ё-моё. А где что этот цвет волос-то? Вот он. Так. Нет. Это не надо. Это засмеют. Вот это ничего. Сойдет. Сейчас все остальное я посмотрю. Отличная. Отличная племянница едет. Так. А тут нет. Тоже не годится. Что это за прически? Это мужские? Или все носы? Ё-моё. А смотрите. Прикольно шевелиться. Будешь бегать этих. Скорпионов смешать. Ну ладно. Бери вот это. Тут выбрать-то нечего. Вот этот только мне. Ну так. Более-менее. Ну или вот этот. Который был. Но тут зачес назад. Представляешь. Сюда ветер залезет. Перекати поле залетит. Я вынимать-то-то буду. Да? Каждый день. Все. Вот это давай. Тут если что. Раз. Тряхнул там. Я не знаю. И побежал. Все. Челка тут одна только может быть. Хвост. Хвост здесь. Хвост может быть? Ё-моё. Хо-хо-хо-хо. Воу. Воу. Уберу дом от пыли. Избавлю недорого. Да. Нет. Это не годится. Это что так? А зачем это? Нет. Ну я понимаю. Современные игры. Но надо иметь и норму. Да. Все. Давайте. Давайте будем примитивными существами. Оставим это вот так вот. Все. Годится. Основной цвет волос. Дополнительный цвет волос. Нет. Это интересно. В какой стороне он дополнительный? А. Еще чернее стать. Все. Давай еще чернее станем. Годится. Длина волос. А. Я могу ее вообще сделать короткую. Ну. В принципе нормуль. Или вот так. А постричь сейчас можно. Да. Там будет парикмахерский. В порте они были. Но мы ими почти не пользовались. Так. Давай наверное. Не так ты какой-то недоделанный. А вот так ты вот нормальный. Все. Вот так нормально. Да. Ну что. Ну что. Получился вроде нормальный. Только теперь тебе надо что-то это. У тебя голова какая-то большая. Сам ты маленький. А. Еще брови. Форма бровей. В смысле. О. Я еду в портию. Вернее в сендерок. Ну вот так давай. Толщина бровей. Какая разница. Высота бровей. Ну вот так вот. Длина бровей. Что такое. Не выросли. Я что. Короче лучше бы я их не трогал. Наверное. Все годится. Да. Глаза. По умолчанию. Звездочки могут быть. Да. Так мы мутанты. Или ты линзы вставил. Человек кошка. Маньяк. Влюбленный во всех. Ладно. Давай. Не надо нам мутантов. Цвет глаз. Да пусть остается. Цвет крапинок. А можно поближе? Ладно. Не трогай. Это сейчас мы так наделаем. Назад. Все подтверждает. Хорошо. Цвет зрачков. Да. Он и так у нас черный. Давай под цвет глаз сделаем. Готово. Так. Форма глаз. Такой вечно сонный. Просыпайся. О. Ну не знаю. Ну вот так наверное да. Размер глаз. Нет. Маленькие не надо. Большие тоже. Я еду в Сандрок. Боже мой. Боже мой. Почему я не в порте еду? Я не хочу ехать в Сандрок. Вот так вот. Нет. Как это вернуть все назад? Верни назад. Оно сохранилось у меня что ли? Глаза. Ну да. Сохранилось. Нет. Не сохранилось. Все. Вот такие они были. Такие пусть остаются. Высота глаз чуть-чуть выше. Нет. Чуть-чуть выше. Вот так вот. Расстояние между глаз. Не. Надо тоже не. Короче. 50% это что надо. Ну вот так вот. Да. Будем. Будем на расслабоне с вами. Не сильно будем напрягаться. В нашей мастерской. Или куда-то нас отправят. Не знаю. В этот раз. Блин. Я не знаю что с тобой делать. Ну что годится. Годится. Все. Отлично. Уши. Уши надо менять. Размер уходает. Чересчур. Маленькие уши. Слышать будешь плохо. Но высокие. Вот так. Все. Годится. Я просто принимаю участие во всех аспектах его формирования. Он же Шедди. А мы же были Шедди. И я должен участвовать, да. По полной программе. Так. Рот. Толщина губ. Ну ладно. Большие не будем делать. Высота рта. Есть. Размер там. Это рыба какая-то. О. О. Все годится. Все годится. Так. Рот. Растительность на лице. Опа. Был 12-летний, а стал 12-летний с усами. Такое тоже бывает. Опа. А это тебе что? Что-то у тебя вылезло через подбородок. Надо к доктору сходить. Цвет растительности. Нема. Нема у нас растительность. Все. Не надо нам растительность. Тени для век. А это на кой? Не знаю. Это мы из другой гвардии. Не надо нам этого. Румяна. Это тоже себе цвет. Хайлайтер. Да ну что вы. Ну куда же это? Какой хайлайтер? Губная помада сразу. Сразу пропускаем. Все. Годится. Только главное сейчас не нажми кубик. Это будет беда. Ну все. Готов. Имя есть. Шэди. Парень. Сай-ай. Давайте повзрослеем. Все. Повзрослее. Вот этот второй. Это очень маленький. Это только с тюрьмы вышел. А этот уже... При смерти. Поэтому давайте второй. Да. Не можем вот это сделать? Ладно. Не будем. Ладно. Шэди. Давай. Поехали. Все. Быстро мы вот тебя сделали. А переодеться нельзя? Это... Ну ладно. Все. Подтверждаю. Все. Все пока нравится. Давай. Прическу сейчас подойди. Еще посмотрю. Да. Все. В годится. Нам же жениться надо будет. Ты сейчас сделай какого-то... Несимпатичного. Что дальше делать? Блин. А гляну на помаду. Хорошо. Ну как это объяснить? Ну старик, ну зачем ты накрасился? Не, можно... О, сердечком еще. Не надо. Не надо поехать. Подожди. Ты что не сделал? А что у тебя губы какие-то красные? Помолкай. Подожди. А, вот. Это нормально. Это естественно. Все годится. По умолчанию я выставляю. Все. Все. Поехали. Ну, удачи тебе. Надеюсь, ты там не сгоришь. Так, понедельник. Выберите ваш день рождения. Не помню, когда у нас был уже этот день рождения. Весной или летом. Мы когда-то ставили. Главное ставить подальше от праздника. Потому что мы когда-то поставили возле праздника в какой-то игре. И у нас были проблемы. Два праздника подряд. А это беда. Это осень. Летом. Осень. О, у нас осень вообще нифига нет. Смотрите. Зимой-то у нас тоже нифига нет. Не, зимой сами празднуйте. Мы зимой не рождаемся. Давайте. Тут сильно много праздников. Давайте лето не трогать. Весной вот какой-то тут. Не пойми что. Не, ну праздники будут появляться. Я так понимаю. Это еще не доработанная версия игры. Как-то без новогодних праздников. Давайте его поставим на осень. Нам же ж, вы помните в порте, в чем была фишка. Потому что нам надо побольше с людьми познакомиться. Так как нам никто подарки не подарит. Поэтому если мы сейчас поставим первый день весны. Сейчас. То мы останемся без подарков. Поэтому давайте поставим на осень. На 11 число осени. Вот как раз на коровках какая-то родилась. 28-го. А мы 11-го. Все. Вот на осень и поставим. Там, правда, тут снежинка падает на лицо. Все. Пусть будет осенью. Хорошо. Там мы ставили, по-моему, или весной, или летом. Что не очень было хорошо. А вот осенью замечательно. Вы уверены, что у вас день рождения 11-й день осени? Ну, в этой игре да. Сандроук. Мастера делают многое, но они не могут сделать все. Иногда нужны предметы. Вы сможете найти только в магазинах города. А для этого деньги нужны. Посмотрите. Собака преследует. Преследует Перекатиполя, который на нее кричит и матерится. У нас же это интересная игра. Перекатиполя живые. Я не понял, в пустыне у нас тут еще и зимний снег будет, да? Все в сеньгу будет. Ну, круто. Я не знаю, как я буду морально находиться в песках. Мне вообще тяжело в пустыне находиться. Я люблю больше зеленые лужайки. Но мы привыкнем. А эта надпись, я так понимаю, не исчезнет, да? Мы на ней будем смотреть, пока финальный вариант не выйдет. Ну, ладно. Все? Альфа-версия игры закончилась? А нет. Я думал, все, пока. Приходите позже. Сандроук. Требуется строитель. Ой, как тут жарко. Это же я. Блин, графика стала на порядок лучше. Так, местный злодей. С рогами. А так, в принципе, все тоже. Добро пожаловать в Сандроук. Мы втроем приехали? А вы кто? А вы не кто. Уходите, массовка. Шэди. Да, это я. Привет. А, озвучки еще ж нет никакой. Озвучка будет... Они есть. Привет, это должен быть Шэди. Я Мион. Я тоже мастер. Только вчера прибыла. Ряд познакомиться. Мион, познакомились. Есть озвучка. Я думал, совсем не будет. Я здесь, чтобы отвезти тебя в торговую гильдию. Основной мастер и представитель торговой гильдию уже там. Не будем заставлять их ждать. Следуй за мной. Добро пожаловать в Сандроук. Выполнение задания началось. Осмотреться, переместиться, сохраниться. Направьтесь в гильдию. Да подожди. Не, ну графончик улучшили. Там было такое мутное... Непонятное? В порте. Ну, там все так было, знаете. Заблюрено? А вообще это... Я вообще узнаю город. Только тут железная дорога. Помните подъем вот этот в центр города к мэрии? А там библиотека вон была с музеем в той части. Здесь выход в пустыню. Собственно, пустыня, я так понимаю, забралась в порте, да? Ясно. Дайте чуть-чуть осмотреть, ну реально. Ну да, тут мы выходили в пустыню и там была пустыня. Она реально как будто переползла чуть-чуть сюда. Вон там были дома. Там выход тоже был, только с другой стороны. Разыскивается Логан. Он смотрел только что на нас сверху. Ну, короче, все, пока. Мен, я поехал домой. Мне нужно отчитаться перед торговой палатой. Блин, не пускают. Придется работать. Так, базарчик есть. Сундучок, между прочим, наш первый. Как брать сундучки? Не знаю. Вообще, как брать сундучки? Наверное, нельзя пока брать сундучки. Но я запомнил, где ты лежишь. У меня чутье на сундучки. Ладно, пошли. Можно быстрее бегать. Жуки какие-то бегают. Да подождите, я хочу осмотреть, с чего меня гонит. Куча чего? Подожди. Нельзя. Нельзя пока ничего делать. Хорошо. Куча отходов. Люблю отходы. Мы будем с киркой здесь бегать. Я думаю, это очень... Долго. Ладно, здравствуйте. Точно, блин. Копия того города. Порти. Ну, я пришел. И лица знакомы? Привет, Шэдди. Меня зовут Ян. Я президент торговой гейди города, Сандро. Разнакомствуй и бла-бла-бла. Ну, и тебе бла-бла-бла. Я буду присматривать за тобой, Мью, но не думай, что я твой босс. Думай обо мне, как о приятеле, который в то же время твой начальник. Это Мейсон. Он выходит на пенсию и уезжает отсюда. Поэтому ты здесь и все такое. Но ты и так в курсе, о чем я говорю. В любом случае, да? Видишь ту мастерскую на другой стороне путей? Раньше она принадлежала Мейсону. А теперь она твоя. Крут, правда? Только подумай, какие классные штуки ты сможешь сделать там для нашей торговой гильдии. И для других жителей тоже, я думаю. Так, там кто-то несется. А кто-то несется ко мне, наверное. Это мне со всеми надо будет подружиться. Что ж, у меня больше нет слов, Мейсон. Как признанный мастер Сандрока, почему бы тебе не сказать пару напутственных слов? Мейсон это не тот чувак, который вернулся. Вы помните, в конце порти там был какой-то чувак. Я уже не помню, правда, имен уже затерлись. Тот, который жил на болотах. И мы ему помогали. Молоко носили. И он нам давал его. Или что-то такое было. Это не он ли? По-моему, это он. Я уже все уже не помню, честно, порти. Это хорошо, кстати. Ну, давайте не будем слишком дружелюбными. Я имею в виду, я уже на полпути отсюда. Моя мастерская теперь твоя, Шэдди. Ты можешь найти ее запущенной обетшалой, плохо оборудованной. И в целом это так и есть. Но ты также можешь отметить, что это место чудесная атмосфера и прекрасная энергетика. А это что, корова-верблюд? Мейсон, а почему она обетшалая и грязная? Ты не мог убраться перед уходом, хотя глядя на тебя? Думаю, этого будет достаточно. Да, принеси же пользу миру, трудясь на этой земле. А теперь, если позволить, я пойду в голубую луну. Понятно. Пока есть возможность, буду несколько дней наслаждаться молоком якмеля. Сколько тут людей? Ну, иди в голубую луну. Впрочем, он всегда был немного странным. В любом случае, вернемся к делу. Прежде чем вы начнете, я должен рассказать вам немного о том, как мы работаем тут в пустыне. Я знаю, что у вас уже есть лицензии мастера, но здесь все немного отличается от того, к чему вы привыкли. А мы вместе будем жить, что ли, уже? Начнем с того, что деревьев вокруг не так уж и много, так что не размахивайте топором слишком часто. Это не приветствуется. Но есть много металлолома и валяющейся древесины, которые можно разломать на части. Для этого тебе понадобится кирка. А в сандроке это не самый обычный инструмент. На одном его конце ты увидишь головку от кирки с молотком, на другом гаечный ключ. Мы используем ее не только для разбивания камней. Она также достаточно прочная, чтобы разбить ломы старого мира, которые тебе встретятся. Это будет несложно. Тебе просто нужно найти немного камня и дерева, сделать ее на своем верстаке. Почему бы вам время не сготовить ее для себя? В любом случае, она потребуется вам в первую очередь. Когда закончишь, просто найди меня в торговой гильдии. Но знаешь, не торопись, увидимся там. Правда. Ее довольно легко соорудить. Мы сможем найти необходимый камень и дерево, просто перебирая кучу отходов на земле возле наших мастерских. Разбирать всякие кучи, это же весело. Ну, наверное, да. Я хочу вон там жить, там, где зеленые деревья. Можно я туда перееду? Эй, пойдем к тебе в мастерскую и посмотрим, какое оборудование оставил для тебя Мэйсон. Давай, я отведу тебя туда, я здесь уже неплохо освоилась, так что могу проводить. Так и скажу, что я жить негде. Направляйте свою мастерскую. А может, я хочу в центры города? Открыть картон. Ну, что у нас за карта? Оно-оно. Ну, все тоже. В порте мы находились вот здесь. Это были запасные ворота. Ну, тут ворот никаких нет, тут просто железная дорога. Мы вот тут жили. Вот центр города. Здесь была мэрия. Тут церковь. Ну, тут тоже есть она, походу. Ага. Клинику, правда, переместили. Центр вот сюда. Да, гильдия была здесь. А, храм теперь тут. Курятник, ферма. Здесь, собственно же, жила бабулька с моей будущей женой. Шмели, муравьи. Дикие звери. И горячая цыпочка какая-то живет. Надо посмотреть, что там за цыпочка. Ну, все тут, а все тут, все остальное мы уже знаем, да? Это что? Это мой инвентарь. Он теперь у нас немножко по-другому выглядит. Силовые камни. Понятно. Помним, для чего они. Для подпитки. Оборудование, еды, нифига нет. Это я, персонаж. Защита, атака. Здесь вы можете посмотреть все ваши данные. Критический урон. Это, наверное, крит, наверное, да? Это сопротивление криту. Ну, показатели чуть больше, по-моему, 100. Хотя там тоже был крит. Здесь расположены слоты для вашего снаряжения. Выделите нужный слот, чтобы посмотреть, какие еще предметы доступны для использования, чтобы экипировать предмет. Выделите его. Также вы можете выбрать доступные инструменты на панели быстрого доступа. В левой части экрана вы можете посмотреть, как изменились ваши характеристики. Ну, поскольку у меня ничего нет, вкладывать ничего нет. А это что такое? У вас еще нет мастерской. А почему собака плачет? Почему мне сочувствует какая-то собака? Я еще не завел собаку. Карта. Заданница. Так, добро пожаловать в Сан-Рок. Миня Анна хочет отвезти вас на встречу со старым городским мастером. Это она уже сделала. Миня Анна хочет отвезти вас в старую мастерскую Мейсона, чтобы посмотреть, что он для вас оставил. 50 опыта. Да ничего он для нас не оставил. Это мастерская. Ну, в смысле, книга чертежей. Это общение. Это общение. Все персонажи, с которыми мы познакомимся и с которыми, возможно, что-нибудь закрутим. Опять собака плачет. Животных обижают, возлюбленный. Миня Анна. А чего не столько сердец уже? А, это еще заполнять надо. Понятно. С кем можно строить отношения у тех сердца? Ну, хоть с Яном нельзя. Так, день рождения неизвестен. Рост небольшой, вес маленький. Миня родом из Небесной Выси, города мастеров. Она живая, веселая. Она живая, это важно. Позитивная, всегда полная энергия. Будучи мастером, она ценит знания, старается узнать больше своей профессии. Сандрок она приехала совсем недавно, но уже успела завести тут множество друзей. Что это такое? Любит драться, любит кошек, обижает игрушки. Характер контента в лейбл. Понятно. Еще пока недоступна сильно. Они информация, малознакомый. Мы с ней. Добавляю 20 очков энергии, если мы с ней станем друзьями. Ну, и Ян. Знакомый, день рождения. Как президент другого гиди в Сандроке. Ян. Или в Сандроке. Ян известен не столько своими способностями мастера, сколько склонностью говорить людям все, что они хотят услышать. Из-за чего время от времени он попадает в неприятности. Ну, типа Мэра, да? Любит, не любит. Малознакомый. Приятель. Получите дополнительные 5% гольда после выполнения поручений. Ну, все тоже. Все тоже. Календарь. Ну, примерно понятно. Знания. Нужно быть пятого уровня, чтобы открыть знания. Это прокачка, наверное. Альбом. Нюхай. Пошли посмотрим, что там нам оставили. Живу я, конечно, не в лучшем месте. Возле железной дороги. На солнце пеке. Постоянно шумит поезд. Подождите, соберу вот эту штуку. Блин, да что же мне не даете мне по мусори-то покопаться? Ладно, пошли посмотрим. Мастерская Мейсона. Это надо снять. Как-то не густо. Но, по крайней мере, он оставил тебе верстак. Это должно хватить, чтобы сделать кирку. Знаешь, Сандрок до сих пор знаменит во всех свободных городах тем, что находится прямо на вершине метрополии Старого Мира. Говорят, что некоторые старые обломки даже выходят здесь на поверхность, когда дует ветер. Как только у нас будет кирка, мы сможем все разобрать и получить необходимый ресурс. Опять же, тут будут шахты, где мы будем с вами бурлить, копать, добывать. Еще я хотел бы сказать тебе кое-что личное. Видишь ли, я приехала в Сандрок, потому что дела в нем сейчас идут не очень хорошо. Каждый житель свободных городов знает это. Но я, не раздумывая, подписала этот контракт. Я думал, что хочу что-то изменить в этом мире. Спорю, что ты считаешь так же. Так что давай дадим друг другу обещание. Как мастер мастеру. Нужно постараться вернуть Сандрок былую славу. Пока мы здесь. Давай посвятим себя этому, хорошо? Так тут проблем никаких нет. Просто былую славу вернуть. Там мы хоть семейный бизнес поднимали в порте. Ну что ж, пойду делать кирку для себя. Увидимся. А для меня. По мере того, как вы будете сближаться с жителями города, вам будут открываться новые возможности. Найдите в куче отхода 4 камня, немножко дерева. Так, это моя кучка мусора. Мы приехали тут бомжики. Так, это там не кучка мусора. Я теперь могу и в сундук, наверное, залезть. Она тоже пошла собирать. Ишь ты. Основные ресурсы материапригодны для авторноиспользования. Я нашел один камень. Верблюдо-корова. Еще и с музыкой. А модная. Сэнди. Пустынный проводник. Городской талисман. Гр. А подружиться нельзя с животным? Подождите, я должен сундук скрыть. Пусть он... О, пришло. Оно... Оно прикатилось. Оно разговаривало, кричало на собаку. Вот знаете, перекати поле. Когда вы впервые взаимодействуете с растениями или животными, информация о них автоматически добавляется в энциклопедию. Да? А, вот, экология. Кусты. Перекати поле. Заметив, как оно плавно прокатывается по окрестностям, вы сразу понимаете, что находитесь в глубинке. Настоящий символ пустынных мест. Нас наблюдение за ним очень умиротворяет. Да, особенно если у него роты, он за тобой бегает и кричит. Сейчас его... Я там морду набью. Оно меньше стало. О, тут тоже дерево падает. Я собрал уже больше, чем нужно. А это что за фигня? Горячий медовый шашлык. О, сейчас позавтракаем. А что, не зависли, да? Закипируйте оружие, чтобы облегчить сражение. Да я им морду так набью. Я просто не ел три дня. Мне нужен шашлык. Дайте мне мясо. Я жив еще? Да вроде жив. Бог у меня здоровья. Пятьсот, пятьсот, сто. Узнать о шмеле муравьи. Минуточку. Минуточку, подожди. У меня тут шашлык еще один. Горячий, медовый, сладенький. Сидите за своими очками здоровья. Слушай, он меня сейчас убьет. Да ладно, я лягу спать и выздоровлю. Я победил. Погоди, я там что-то взял. Ох, чуть-чуть мог под поезд попасть. Ужас-то какой. А я горю, по-моему. Воу. Воу. Нет, потушился. Здравствуйте, Дж... А как тут заползти сюда? Ой-ё. Нельзя. Здравствуйте, Дженсен. Вы знаете, что я вас спас только что от нападения муравьев? Подождите, Дженсен, я пойду ворую ваш сундук. О, да. Сундуки с сокровищами спрятаны повсюду. Не забывайте утилизировать коробки. Сундук с сокровищами. Флюорид. Утилизировать, в смысле разбивать их надо топором, да? Но топора у меня пока нет. А где мужик уже делся? Вот, стой. Я хотел с тобой познакомиться. Мы уже встречались, но я не думаю, что нас правильно представили. Я Дженсен, проводник поезда. Проводник железнодорожной станции Сундрук. Сундрук, рад видеть тебя здесь. Ты проводник поезда? Так твой в поезд уехал. А ты что со свистком здесь бродишь? А, привет. Когда был молод, я путешествовал, но только когда возмужал, то понял, что мне нравятся не путешествия, а сами поездки. Ну, ты в курсе, да, что поездки твои закончились? А, что это такое? Сыграть в животных. Уйти. А, это не то, что я подумал. Ну, подарки. Я не знаю, кому какие нужны. Это надо потом подбирать. У каждого человека в Сундруке есть свое уникальное пристрастие неприязни. Постарайтесь узнать, что они больше любят, что нет. Игра в животных. В игре 4 раунда. В раунде каждый игрок играет по одной карте. Тот, кто выиграет раунд, получает 1 очко. Побеждает игрок с наибольшим количеством очков в конце игры. Слон побеждает волка и кошку. Волк побеждает кошку. Ой, боже. Кошка побеждает мышь. Мышь побеждает слона. Там были камни-ножницы-бумага в порте. Здесь чуть другая игра. У каждого игрока своя стратегия. Учтите внимание на стиле игры вашего противника, чтобы найти выигрышные ходы. Нажмите на карту, чтобы сыграть ее. Каждый раунд вы разыгрываете новую карту. Слон побеждает волка. Угу. И кошку. Угу. Волк побеждает кошку. Волк побеждает кошку. Кошка побеждает мышку. Кошка... Это мышка? Я думал, какой-то... Ладно. Мышь побеждает слона. Но, глядя на слона, неудивительно, что ее побеждает мышь. Ну, в общем, давайте разберемся, короче. Поехали. Ничего не понял, но ладно. Вы можете отключить обучение в меню. Не, не надо отключать, я пока не разбираюсь. С первой карты это ключ. Угу. Ну, вряд ли там мышь. И вряд ли там слон. Поэтому я даю волка. Раунд два. Ничья, кстати. Ну, тут угадает, не угадает, да? Давай кота. О, есть. Одно очко мое. Так, я думаю, слона давай. Отлично. Мы съели два очка наших. И давай мышь. Слон. Нет, ничья. Плюс пять. Победа. Мне нужно исправиться. Все. Какая захватывающая игра. Да уж. Давай как-нибудь сыграем еще раз. Обязательно. Сейчас я мусора наберу, только. Обязательно сыграем. Да. Ну, такая же, как и камни-ножницы бумаги, которая была. Так, вот это надо, да, 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 вот это разбивать. И с этого будем что-то получить. Вот это стоит тоже что-то. Ну, можно, наверное, поцарапаться, мне кажется. Блин, без топора я ничего не могу сделать. Это ужасно. Все, дерево я уже собрал. Вот я и с камнями, беда. А тут время ждать идет. Тут же день-ночь наступает. А, вон, время идет. И нас двадцать шесть. А я сижу здесь, думаю. Если пинать деревни, то иногда можно получить что-нибудь полезное. Ну, если пинать прохожих, то тоже можно что-то получить полезное. Песчаная трава. Так, я там, по-моему, экологию развиваю. Да, хорошо, очень. Подожди. У меня должно быть перекати-поле. Ладно. А что я ношу? А, монстры. Монстры появились. И все пока, да? Спокойные и агрессивные. Я спокойных... Спокойно морду набил. Вернее, они мне. А если на агрессивного народу? Смотрите, что он со мной сделает. Так. Шмели-муравей. Особенность этого интересного существа являются медовые соты. Расположенные на голове. Не стоит их тревожить, ведь они быстро дают отпор. Сандрок. Ну, какашки можно выбить. Ну, сначала надо испугать, наверное, конечно его. Так. Им горячие медовые. Принято считать, что мед никогда не портится. Но это у шмели-муравья мед отвратительного зеленого цвета. Он выглядит так, будто его давным-давно выбросили. Им можно отравиться. При контакте с ним ваше движение замедляется. Зато оружейный порох можно получить. Так. А я тут чего нахватался? Ну, отброс камень. Есть еще камень. Есть веревочка. Нет. Один из муравьев обделался. Причем прямо у меня в рюкзак. Тонкая нить. Хитиновый панцирь. И флюорит. Пролом в руинах. Рудный обогатитель. Это мне повезло, что я его нашел, наверное. Нет. С муравьями больше дел не имею. Они меня и забьют. Где мне еще взять, короче, мусор? Тут приехали бомжики из города. Теперь бегают, мусор собирают. Вон мусор вижу. Сейчас я туда бегу. Да и вот мусор. А это что такое? Может его не трогать? Песчаный червь. Это для рыбалки. Сто процентов. Стоп. Смотри-ка, у него голова большая. По-моему, он злой очень. Лом дерева. Может сначала топор сделать? Не знаю. А вот камень. Тут кирка нужна. Сто процентов сейчас скажут, да? Ай, лом камня. Лом дерева. Это я далеко, наверное, забежал. Надо найти кучки мусора. А сколько тут интересного-то, смотрите. О, песчаный лук. Из растения можно получить такие материалы, как лекарства, нитки. Вот, росу. Роса-то зачем нам? Ну ладно, все, пошли кирку делать. Я уже собрал камень. Песчаный лук, роса и опыт 20%. Сейчас мы будем тут с вами очень долго бегать. Собирать все эти ресурсики. Вот еще мусор. Я не пойму, здесь что, свалка была? Почему к этому мастеру сносили мусор к мастерской? Видимо, он фиговенько, наверное, трудился. Ладно, мы исправим все это. Пойте мы хоромы в порте какие-то настроили. Тут какое-то место неудобное. Там мы находились возле входа в замок. Была огромная территория. А тут что мы будем делать? Толстый трос. Думаю, нам пригодится. Ну все, годится. Сделайте на верстаке кирку. Полуразруш... А это что такое у нас? Каменный топор. Ну другое дело. Это ж оружие может быть оружием. Я думаю, да. А ну покажи мне. Так, записки пока нет. Инвентарь. Панель. Вот он я. А ну давай этот каменный топор. Сила инструмента 10. Простой верстак. Так вот топор сразу дали, что ли? Вот, экипировали. И теперь я... О, я теперь опасен. Теперь можем муравьев шмелей бить. Увеличить. Мягкий знак, как я в порте, и постоянно не попадает. Ладно, давай. С помощью панели фильтров можно легче сортировать предметы. В этом списке показаны все предметы, которые вы можете делать. Сейчас есть только один. Число внизу показывает, сколько у вас уже есть, сколько вы можете сделать, и количество необходимое для текущей задачи. Нажмите здесь, чтобы создать предмет. Ура! Кирка. Цвет представляет качество предмета. Предметы более высокого качества, имеют лучшие бафы. Зеленый, да? Вот этот цвет. Нажмите на пустое место, чтобы выйти. У меня специальный молоток, с помощью которого можно не только добавить руду в руинах, но еще и доставать отходы и полезные материалы. Еще и в музей можно сдать. Средний экспонат. Ну все, окей. Это что? Это изменение характеристик. Можно создавать больше предметов, если прокачаем. А чтобы прокачать, нужны вот эти материалы. Ну понимаете, да, что здесь все построено на гринде. Но кто порт не смотрел, наверное, не представляет, какой уровень гринда в этой игре будет. Просто нереальный. Тут надо будет просто собирать часами предметы. Ну, мусор всякий. Ну все, кирка есть, можем добывать, окей. Поговорите с Яном. Да далеко. О! О! А вы кто, девушка? Осторожно, там поезда ездят. Здравствуйте. Амира. Кандидаток, я просто сразу ищу. Мастер гончарного дела, родительство магазина, керамические ворота. Познакомились. О, ты должна быть из новых мастеров. Привет, познакомиться. Я Амира. У меня лучший выбор керамики и декора в городе. Магазин, керамические ворота. Мэйсон, скорее всего, продал все в своей мастерской, когда переехал. Так почему бы тебе не взять это? Мой подарок на новоселье. Керамический сосуд. Предмет интерьера можно разместить, постепенно, минуточку. Привет. Я надеюсь, в тебе естество того, кто вкладывает в свои творения все, что у тебя есть. Под конец мне показалось, что Мэйсон уже даже не старается. Давай ты посмотри, где он живет. Мне это было неприятно. Ну, в кота мы не будем играть, хорошо? С подарками потом мы как-нибудь разберемся. Ну, я пошел тогда, да. Подожди. Еще одна. А, это мы ее знаем. Мы тогда, по-моему, тоже, да? Сразу себе нашли, с кем мы будем жить. Тут я пока не уверен. Я слышал, что пролом здесь, в городе, когда-то был одним из самых высоких зданий в мегаполисе Старого Мира. Но он все равно намного меньше, чем подъемник Небесной Выси. Тут стоит подраться, можно, кстати. Ладно, давай не будем в первый же день бить друг другу мордок. Кто-то тут еще проходил. А где люди все? Чего так мало людей? Там, помню, полный город в порте был. Ну, а, ну, альфа-версия. Ну, да, вон, какой-то мужик еще. Что-то там машет что-то. Ладно. Здравствуйте. Какие будут задания? Разыскиваться живым или мертвым. Если вы увидите этого человека, не вступайте в бой. Немедленно сообщите в гражданский корпус. Да, меня тут муравей чуть не уделал. Какой бой? Любая информация, которая поможет арестовать и вынести приговор этому мирскому преступнику, будет вознаграждена в размере 100 тысяч гольдов. Информация есть. Он там на горе стоит, смотрит на поезда. Где мои деньги? Так. Торговая гильдия. Здесь мы будем получать с вами задания ежедневные. Рейтинг мастерской. Все один в один. Магазин торговой гильдии. Для вас свеженький товарчик, для меня солидный хавчик. Так. Могу купить камень, могу купить динос. Купить все. А могу продать. Покажи, что у тебя есть. Ладно, пока ничего не продаем. Смотрим, что, куда, зачем, да как. Рейтинг мастерских. Торговая гильдия будет выдавать награды же месячная, а затем одну большую награду в конце года. А что меня здесь нет? Не понял. Мне он уже... Потому что я только сегодня приехал. Но в порте мы были первыми. Нам удалось это сделать. Так, ты спать пошел, уже день заканчивается. Подожди, я тут с тобой сейчас не поговорю. Знаю, он двери закроет. Какая милая кирка. Это душа любого мастера пустыни. Никогда не теряй ее. Но если потеряешь, будешь знать, как смастерить еще одно, я полагаю. Далее, позволь мне рассказать о переработчике. Это еще один незаменимый инструмент для мастера пустыни. И ее второе имя сделай сам. Когда он будет создан, ты сможешь поместить отходы, собранные с помощью кирки и переработчик, чтобы получить все возможные полезные штуки. Ты можешь построить переработчик на своей сборочной станции. Вот схема. Просто поищи ее в своей записной книжке, мастерской, и также можно открыть панель управления сборочной станции. Не волнуйся так, ты справишься. Возвращайся к торговой гильдии, когда закончишь. Пока-пока. Одерживайте тап, чтобы открыть колесо действий. Перейти вниз. Отпустить. Используйте колесо действий, чтобы сохранить. Войти в режим фото, режим посадки, режим украшения. Даже так. Раньше макью нажимали, и все получалось. Картина. Оазис Матл. Очень террористичная картина с сображением Оазиса Матл. Угул мелкая надпись. Мэйсон. Год 90. От Рождества Питча. Это он сделал, да? Карта Альянса Свободных Городов. Вы можете видеть свой родный город Буревей. Пустой стеллаж. На карточке написано символ чести торговой гильдии Сандрока. Возможно, то, что было здесь раньше стерто. Понятно. Посмотри, что вверху. Постройте на сборочной станции простой переработчик, каменная корыта, дерево, пила дисковая. Хеллоу. Знаете ли ты, что бывший представитель гильдии сбежал за того, что город должен был вот-вот обанкротиться? Но не я. Я выжил. На самом деле, если ситуация с Сандроки когда-нибудь улучшится, то половина всей славы достанется мне. Давай подеремся, мужик. Я люблю морду бить всем. А то потом мало ли, может, второго дня не будет. Я еще не знаю, насколько велика Альфа. Так, сейчас должен быть ринг. Мы должны находиться в центре города. По крайней мере, так было в порте. Топор мне, по идее, должны оставить тоже. Наверное. Очень длинные загрузки. Мы их подправим. Надеюсь. Так, а мне надо вернуться назад в гильдию. Там, там этот, топор. Ой, сундук был. Ох, оружие еще выбираешь. Нифига себе. Давай побольше. Давай побольше, чтобы с одного раза. Или два маленьких. Не, давай большую. А тут по-серьезному, смотрите, каменный меч. А он что взял? Поднос? Ох ты. Ну тут более, конечно, уже продуманно. Ну я профессионал просто был в порте. Чемпион всех чемпионов, помнишь же, да? Ах, черно, был лучше уворачиваться. По-моему, я убил торгового представителя гильдии. Здоровье выросло, атака выросла. Ты не обиделся, Янис? Знаешь ли ты, что бывший... Да, понятно. Фраза пока одна. Так, вот это мне. Это что? Рыбное радио. Это антиквариат, был обнаружен в руинах. Это странное устройство, напоминающее рыбу. Если прибавить громкость, он начинает издавать звуки с помехами. Интересно, для чего его использовали? Сундук. Гольды. А, вот так сундуки надо разбирать. Вы можете удерживать, чтобы получить деревянную доску. Портрет бывшей представительства торговой гильдии Сандрока. Адрес. С термосом в руках она выглядит, как человек, который тщательно заботится о своем здоровье. Понятно. Симпатичная сфера. Можно даже представить, как Ян заглядывает в нее, читая предсказания. Еще что-нибудь у вас есть интересное? Достижения торговой гильдии. Список некоторых величайших достижений торговой гильдии в свободных городах. Мосты, парки, развлечения, городские генераторы, гигантские роботы. Что, гигантские роботы? Состав торговой гильдии. В этих книгах есть списки мастеров, зарегистрированных в свободных городах. По ним можно проследить историю до самой эпохи тьмы. Этот книжный шкаф почти пуст. Развел торговой гильдии. Должно быть больше книг. Одно название бросается в глаза. Как заводить друзей и оказывать влияние на людей. Ну, по-моему, все. Ладно, я пош... А, подожди, еще что-то есть. Чем занимать торговой гильдии? Кто такие мастера? Как получить? Что такое реликвия? Ну, ладно, это мы не будем. Хорошо. Примерно помню, что к чему да как. Тем более, в процессе это все будет найдено. Это как, знаете... Вопрос по миру. Если что-то забыл где-то... Что-то много сундуков здесь. В порте, чтобы сундук достать, надо было летательный аппарат один. Ну, один из сундуков, чтобы достать, летательный аппарат изобрести. Представляете? А здесь они на каждом шагу. Фактически. Все, есть такое дело. А это что, парикмахер? Можно подстричься. Продает... Я... Продается? Привет, Хьюго. О! Я, по-моему, жену нашел. Блин, Хьюго. Ты новый мастер, да? Или я тебя с кем-то путаю? Ах, верно, нас вдвое. Миан и ты, должно быть, Шэдди. Что ж, надо тебя тут видеть. Я Хьюго, единственный неповторимый кузнец этого города. Блин, там мне надо... Ну ладно, если тебе понадобится строительный материал и модернизировать детали для машин или первоклассное оружие, можно пойти... Найти... А? Ай! Фух. Найти это можно только у меня, но я предлагаю все самое лучшее. Просто посмотри, слово... Ну и железо, как я сам, потрясающее качество. Хьюго, минутку, сейчас, минутку, сейчас я с ним... О, в прежние времена едва ли можно было встать с постели, не наткнувшись на какую-нибудь реликвию эпохи коррупции. В наши дни уже не так часто. Ладно, с тобой драться не буду, выглядишь... Где? Я потерял ее. Она была... Как ее, Сьюзан звали? Я не помню. Вон она. А ну стой. Арвио, иди, иди в баню. Она просто напоминает бывшую. Спорти. Привет. О! Повар-стажер в салоне Голубая Луна. Ну и чё, когда? Это хорошо, нам нужна любая помощь, которую мы можем получить. Я Грейс. Заходи как-нибудь перекусить в салон. Я постараюсь сделать все возможное, чтобы приготовить что-нибудь съедобное. А я думал, у тебя ферма с бабушкой есть неподалеку. Я специализировался на археологии, потому что меня интересует множество наук. А изучение Старого Мира требует компетенции в науке, математике, историю и всего понемногу все время. Ладно. Возьму тебя на заметку, но не гарантирую, что мы с тобой будем жить вместе. Новости. Это официальная газета Sandrock. The Tumbleweed Standard. Регулярный выпуск. Раз в месяц будет омолять после крупных событий. Нажмите здесь, чтобы увидеть полный отчет. Введение стандарт. Перекрати поле. Реклама у газеток в периодических заданиях может увеличить доход в вашей мастерской. Реклама длится одну неделю. Бонус эффект рекламы случайный. Если вас не устраивает текущий эффект, можете отменить. В принципе, то же самое, что и с прошлой доской объявлений. Так, перекрати поле Ньюс. Лето Мандэй. Вакансия освободилась. Приготовьтесь к тому, что в Sandrock появятся новые дружелюбные лица. Кандидат на должность мастера Sandrock наконец-то определён. Даже два, на самом деле, два мастера, Миан и Шейди, скоро будут членами нашего прекрасного справедливого общества. Миан родом из Небесной Выси и считается одним из самых перспективных молодых мастеров в округе. Смотрите, здесь, в этой части, мне конкурента дают как бы другу. А в той части у нас же была, собственно, настоящая борьба с мастером, который все заказы у меня забирал. А здесь как интересно было. С кем мы будем конкурировать, если Миан очень милый конкурент? Не знаю. «Я просто в восторге от возможности начать заниматься строительством по-настоящему», — сказала она о своём скором прибытии в Sandrock. Шейди также является подающим надежды молодым специалистом из Буревии, но связаться с этим мастером для комментариев пока не удалось. Да здесь я. Ян с торговой гильдии отметил, что ему жаль, что Мейсон уходит, но в то же время... По-моему, это тот же самый Мейсон, которого мы видели. Надо будет пересмотреть. Но в то же время он рад перспективам увеличения штата, так как это будет означать для Sandrock больше возможностей. По его собственным словам, «Долой, старая, вперёд, навстречу новому», — подготовлено Хайди. Логан всё ещё на свободе. Это преступник, которого ищут. Вандал-диверсант, похититель воды, повсеместно известный хулиган и лидер бандитов Логан остаётся на свободе где-то в Юфале. Его местонахождение остаётся тайной. Даже для самых острых умов правоохранительных органов Sandrock. Уверенный в скором разрешении данной ситуации, шериф гражданского корпуса Джастис сказал следующее. Да ладно, вам пустыня же огромная, что в этом схватить? Походу, мне его придётся искать. На случай, если забыл, скоро будет День воспоминаний. Приходите все, приходите на сказочное событие, которое вызвало восторгу критиков. Во время фестиваля День воспоминаний Sandrock, город огней, настоящий сафир пустыни. The Windy Times, свидетельство упорства с жителей Sandrock, Portia Times, вот та газета, где наша подруга работала. Я обязательно поеду, если захочу, у меня было время. Я думаю, они с Портией свяжут это всё. Все мы, конечно, в одном временном промежутке находимся, точно сказать не могу, предысторию не считал игры. Это именно. Я имею в виду, вероятно, бизнес-магнат Муса Декорация, мы его тоже знаем, Муса. Уже разбросано по прекрасному городу Sandrock, поскольку приготовление приближается к апогею. Люди со всего мира стекаются, чтобы посмотреть на сказочные праздники, предлагаемые в День воспоминаний, а не в последнюю очередь на культовую погоню за воспоминаниями. И те, кто не в курсе, погоня за воспоминаниями – это вековая традиция, восходящая к самым ранним дням Sandrock, когда это было всего лишь небольшое поселение, выросшее из обломков, вызванных эпохой тьмы. Празденство включает в себя игру в прятки, в которой охотники за привидениями ищут призраков, который маскируется под предметы повседневного обихода. О, что-то новенькое. Но не позволяйте его веселой природе обмануть, вас погоня за воспоминаниями, царит соревновательный дух. Просто спросите двукратного чемпиона турнира Купера. По правде говоря, лучшее, что вы сможете сделать, это встать между кем-то, пока они сканируют территорию на наличие призраков, а затем украсть все значки, которые не получат. Не совсем честно, но этот мир собачьих собак... Да? Да. Так в оригинале, вот что я вам скажу. Купер с небольшим перевесом одержал победу в прошлом году. Некоторые считают это неискренним, обнаружив лазейку в правилах игры. Заяв, что у нее есть невидимый волшебный щит, Купер стал неприметным, что позволило ему накопить большое количество значков. Полностью подавив конкуренцию в этом году, концепция невидимых волшебных щитов была запрещена комитетом, занимающимся погоней за воспоминаниями. И ожидается, что событие этого года станет игрой для всех. Об этом сообщает Хайди. Подписаться. Подписаться. Ежемесячный выпуск «Перекати поле» будет доставляться в ваш почтовый ящик. Давай. А у меня были деньги? А, я ж набил сундука. Хайди, отношения плюс 5, Жасмин. Они в газете, наверное, работают. Все окей. Объявления пока не буду размещать. Объявления пока не буду размещать. О, это кандидат. Как розочка. Которая будет у меня жить. Привет, кандидат. Да, домашнее животное. Милая домашняя собачечка. А, нельзя пока. Еще нельзя. Заводить дружбу с собаками. Арвио, привет. А, ты новый мастер, да? Я очарован. У меня есть магазин у лестницы. Я в магазин у лестницы, но и место ты выбрал для магазина. Чуть тебя на ухе повисло. Это единственный директоральный магазин в городе. Несмотря на это, думаю, ты найдешь наши цены вполне приемлемыми. Хорошо. О, точно. Матильда просила меня помочь тебе новой человек в городе и все такое. И я тут придумал кое-что, что должно тебе понравиться. В следующие 7 дней все в моем магазине будет со скидкой 50%. Только для тебя, разумеется. Ты вообще клиентов обижу нет, да, в магазине? Хорошо. Простая дерьма. Так давай пообщаемся. Если вы меня спросили, чего мне не хватает для счастья, я бы сказал, что это ты. Че? Иди отсюда со своей серьгой. Просто не покупаешь ничего из нашей последней партии. Ага. Много хороших вещей по отличным ценам. Единственный способ оставаться в дураках не купить. Понятно, обычный торгаш. Пока. Так, еще есть тут живые существа. Конюшня есть, надо будет тоже прикупить. А это что такое? Продается. Хочу купить, кстати, эту. Очистить? Еще нашел. Адроссы какие-то нашел. Нормально. Открывается 8 до 20. А что он продается у тебя написано? Что за надпись продается? Не знаю, ладно, который час? 23.02. Давайте город с вами отложим на завтра, наверное. А это что валяется? А, это я всякую мусор собираю на переработку буду, да, отправлять? А че вы гадите прямо возле... У вас не так много здесь, чтобы... Это тоже, наверное, не работает. Да. Так мало жителей, а так много мусора. О, голубая луна. Ха-ха. Фу. Фу. Пищевые отходы. А могу я зайти в голубую луну? Да. Там, кстати, тоже был салон. И там все всегда собирались. Ну, сегодня че-то пустоватенько. Или это так всегда здесь? Пожрать можно? Можно. Мы жарим, ты покупаешь. Ага. Ну, еда есть, да. Если кому что надо, только денег нет. Я тут на газету подписался. Теперь голодать буду месяц. Рано ложиться спать. Рано ложиться спать. Полезно для здоровья. Если вы будете бодрствовать до трех утра, вы можете потерять сознание. Да ничего страшного, потом привезут. Заказ еды. Вы можете есть блумун каждый день. И да, это дает вам положительный эффект, а также может останавливать хп. Ну, я понял. Хорошо. Вы уверены, что хотите отменить заказ? Я его не заказывал. Ну, вроде все тут хорошо. Ладно, придем сюда попозже. Мне кажется, вверху сундук. Честно, кажется, вверху сундук. Вот я бы его здесь и поставил. А у вас тут и отель сразу же, да? О, Мейсон спит. Здорово. Как там в порте? Привет. А, это ты что-нибудь еще? Да поздороваться пришел. Что ты мне за нору говничную оставил, а? Где все предметы? Что, не мог лучше мне мастерскую оставить? Ведь я тебя буду будить каждый день. Гостевая книга. Отзывы у салона «Голубая луна». Все гости пишут восторженные отзывы. Кровати были очень удобными. Хорошее тихое место для отдыха. Самый дружелюбный владелец по эту сторону Юфалы. Ага. Ну, тут можно доночевать. Уже поздно, нужно отдохнуть. Да бегу. А у меня есть там кровать, надеюсь? Потому что Мейсон переехал. Я думаю, он и кровать пропил. Ну, это же люди тут обитают-то, а? Нет, она намного стала симпатичнее, конечно. Здесь графика прям идеальная практически. Нету ничего, чтобы замыливало глаза или еще что-то делать. А что, тоже мусор? Вот четкость и дальность прорисовки радует. Несмотря на то, что это пустыня. Ночью пустыня, конечно, намного смотрится интереснее. Больше красок. Незаконченное дело на севане. Пока никто не видит. Разрублю сундук. Ой, честно, я тут все разрушу. Уже добегу, блин. Ты там бабушка со мной живешь, что ли? Кто это мне напоминает постоянно? Все, что там у нас осталось? А, это там строить те будут. Это я вот здесь живу, да? Закрывай нос и береги ноги. Там, наверное, что же, мусор, срань. Да, Мейсон вынес, все. А что же, три часа? Подожди, еще рано. Домашняя оценочная комиссия. Ладно, мы это посмотрим позже. Спать, поднять, покрасить. Красить будем потом. Идти спать. Я соглашаюсь с этим. Ой, как красиво здесь у нас. Смотри, как красиво. У меня синяк, что ли, под глазом? Или я болею? Что-то такое у тебя. Просыпайся давай. О, новый мастер. Пробел уйти. Мне нужно сегодня лечь спать пораньше. Я плохо выспался. Хотя здоровье я восстановил полностью. А, вот как это выражается. В порте было пофигу, смотрите. А здесь у меня... Как будто меня лошадь какая-то избила. Или... Или этот, как его... Пчелошмель. Вернулся и набил мне морду. Да, выглядишь не очень. Как эта долматинница у нас теперь. Новый мастер. Посмотрите на сборочной станции. Простой переработчик. Ладно. Лягу пораньше обязательно. Куда я денусь там, приятель? Интересно, насколько большой город. Сколько они всего в альфа-версию 0.04 вместили. Мы-то в порте и начали все изучать. У нас прохождение было доскональное. Ну, собственно, как и все прохождения на канале. Ой, боже. Кто-то залез ко мне в ящик. Привет, мистер. Мастер, специальная доставка. Привет. Дочь в труде разносится. События фото. Привет, я Жасмин. Принесла газеточку. Познакомились. Хорошо. Если оно тебе понравится, просто забегай к нам в газетный киоск. Возьмэрия. Фарбай подписочку. Тогда будешь получать каждый номер по почте. Ну да. От газетного киоска до моего ящика 5 минут. И это стоит 20 монет. Надеюсь, не в день. Хорошо, я понял тебя. А, держи пари. Переезжаешь на новое место. Это тяжело. Переезд. Я знаю этот город как свои 5 пальцев. Давай я тебе все покажу. Я супер хороший гид. Я знаю много интересного про Сандроук. Давай. Мне все равно делать нефиг. Я слышал, что пролом здесь в городе когда-то был одним из самых высоких зданий мегаполиса. Что, одна и та же фраза? А, ну на это начало. Ладно, фразы добавят. Сразу хочу отметить, что все на русском. Даже после релиза игры портия мы с вами встречали очень много диалогов, которые были попросту не переведены. Пассажиры, пожалуйста, посмотрите впереди и обратите внимание на дом мистера Купера. Миссис Мейбл и Элси, у них очень большой ранчо. Значит, там найдется стакан молока для каждого. А, возможно, кое-что еще. О, можете увидеть, как мель вон там он. Мне нравится говорить им привет. Каждый день они очень даже отвечают привет в ответ. Но это звучит как... Я думаю, здесь продаются вещи для ухода за животные. Может быть, вам это пригодится. Ну, я думаю, да. Вот это стоит. Вот это интересное стоит. Двигаемся дальше. Пожалуйста, не высовывайте руки и ноги из воображаемого транспортного средства. Не могу представить, сколько заплатить придется за эту экскурсию. Ладно, до свидания. В общем, я сейчас поговорю с местными. Кто-то там интересный был. Ну, подождите. Подождите, какашечки свежие. Это грех не взять. Потом будем с вами с удовольствием заниматься. Привет, а кто ты? Элси. Элси. Ай. Ай. Меня забодали. Элси, я просто ищу кандидатуры себе. Единственная дочь владельца фирмы. Вот, черт, я еще один турист. А, привет, боюсь, мне пора, но вы мастер. Эх, с этого надо было начинать. Я Элси рада познакомиться. Что-то пока не нахожусь. Достойная кандидатка? Ну, ладно. Прости, что не узнала тебя, партнер. Я думала, что все мастера такие уже нулые развалюхи, как Мейсон. Хей. Плюс два. Минт говорил тебе что-нибудь обо мне. Минт, 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 минт этот парень. Подожди, минта мы тоже должны знать, по идее. Так, вот раньше. По идее, я с Элси должен строить отношения, если мы аналогию по порте делаем. Так, вы можете покупать или продать животных в лавке, блуждающей я. После приобретения животных они появятся в соответствующем жилище. Здесь специально все детеныши животных, которые можно приобрести. А это что? Кошка в плаще? Выбрав животное, вы увидите необходимое жилье для него, а также продукт, который оно будет производить после того, как вырастет. А что там за продукт? Рога отпадают, молоко что ли, да? А это что, брови кошки? Так, здесь вы также можете продавать животное, которое у вас есть. Ну, я помню, ничего не продавал. Это так, для фона животные были. Ё-моё. Ну да, кушка в плаще. Флоппи. Домик для кроликов. Дает шерсть. Ладно, пока у меня нет домика для кроликов и денег у меня нет. Ничего у меня нет, но посмотрите, посмотрю, конечно. У вас тут нет чего своровать? Так, все, понял, кандидатки. Я рассматриваю всех кандидаток. А вот еще кандидатка. Нет, это Купер. С бородой. Владелец фермы, блуждающий я. Привет. Кажется, я тебя не знаю, боюсь, у меня сейчас нет времени на любезности. Поговори с Мэйбл, если у тебя вопрос про ранчем. Подожди. Почему ты все еще здесь? Ждешь милостыню? Ну, в принципе, да, мне нет денег. А теперь, слушай сюда. Когда я был в твоем возрасте, то заботился о 15 декмелях, 45 курицах, 12 братьев и сестрах. И никто никогда ни разу не дал мне что-то просто так. Теперь ты просишь милостыню? Так что у меня назревает вопрос, какого черта я бы делал, если бы я... Вы решаете, медленно отступить. Короче, с тестем нам не повезет, если мы решим с Элси связаться. Че у тебя говно валяется на ферме? Джим, можешь мусор до мусорки донести? Ладно. Так, а это что такое? Эта повозка осталась без ее камеля. Запряженная повозка могла бы возить горожан. Понятно, это будет задание, я думаю. А это что за барыня? Ох ты! Добро пожаловать, Санрук. Мейбл. Я Мейбл. Вы с моим мужем Купером управляем самым большим ранчо. Я кмелей с юготы и юфалы. Тебе раньше доводилось спробовать молоко? Я кмеля. У него интересный вкус. Вот, возьми пару бутылок, это наш способ приветствовать тебя. Спасибо. Думаю, Элси действительно увлечена этим парнем, инспектором моста. Для меня это очевидно. Мосты всегда будут нуждаться в проверке. Для женщины с ранчо нет ничего лучшего, а стабильного дохода. Женщина с ранчо. Посмотри, что дома у женщины с ранчо. Так. Ну, тут у нее разное, да, молоко. Вы должны, Сэлси, быть приятелями. Ладно, даже в комнату не залезешь. Как же стать приятелями, если тебя не пускают в спальню? Там бы и по приятельствовались. Ладно. У нас экскурсия, кстати, идет. А нам за время придется платить. Бродящий магазин. Шерсть. А, это шерсть и тарага, да? Ну, да. Невидимая шкура. Червяки по 9 для рыбалки. Существует распространенное в любой песчаной среде. Может использоваться в качестве приманки для песчаной рыбалки. Еще и рыбалка у нас песчаная будет, понятно? Не просто так, а песчаная. Так, тут местные, наверное, защитники, да? Или кто вы тут? Привет, я Ансур. Член местного гражданского корпуса. Ну да, купи. По всему городу есть опасные элементы. Такие, как преступная группировка под предводительством Логана или агрессивные гиглеры. Береги себя. Да, хорошо. Когда будешь собираться в пустыне, то хорошенько подготовься и продумай каждую мелочь. Никогда не знаешь, что может пойти не так. Ладно. Конглячурэйшн. Привет, Хьюго. Сандрок был известен как один из самых богатых материальных регионов всей территории Альянса Водных Городов. И до сих пор можно много найти. Но мне интересно, что будет с ними, после того, как мы все выкопаем. Так, пока. Так, тут можно купить медные слитки, медные стержень, если что, для создания чего-либо. Так, 120 метров. Что-то далеко бежать-то. Куда ты занесла тебя? Жасмин. Это Азис Марталл. Госпожа Марталл была первым мэром Сандрок, и нашла этот Азис давным-давно. Что мы все пьем эту воду, так что не заходите в нее. Хорошо. А если да помысливо? Ну ладно, не скажем никому. В центре, конечно же, можно увидеть статую мистера Питча. Надеюсь, однажды я тоже смогу изобрести что-то крутое, как это сделал он. За ним находится большая водонапорная башня. Там мы храним запасы воды. Мистер Берджи следит за башней, и вы можете взять у него немного воды за небольшую плату. Воду за плату? Ну, пустыня же, да. О, кстати, напомнил мне кое-что. Знаешь ли, наш официальный девиз города? Его придумала министр Матильда, и теперь все постоянно его произносят. Долой Логан, одолеем пустыню. Экономьте воду. О, да, все верно, ты должно быть и домашнее задание на пятерку делаешь. Я бы дал тебе наклейку. Дала, наверное. Но у меня их нет. Берегите воду, это наш девиз. Если она кончится, нам придется уехать в другое место. Поэтому мы должны часто повторять наш девиз, чтобы люди его помнили. На этом мы завершаем нашу экскурсию, часть по айсу Мартал. На следующей остановке посетите сказочную Мэрию. Угу. Ничего себе бегает. Что у нас мусора-то столько тут? Вот посмотрите, это квест будет на мусор. А я раньше времени... Пойти с коопчица Эска закрыта на определенный срок. Понятно, что не доделали. Так, ладно. Мэрия. А это что за дом? Просто интересно. Дом Яна. Ага, это он тут живет. Напротив. Надежный щит Яна. Выглядит так, будто экстравагантность была важнее функциональности. Вероятно, блокировал больше словесных атак, чем какой-либо другой. Ну, да, он защищался этим подносом, но это его сильно не спасло. Что еще у тебя есть интересного? Дневник Яна остался открытым на столе. Некоторые мысли лучше не читать. Да лучше прочитать. Проверить. Чемодан Яна. Похоже, уже упакованный. Готовый отправиться в путь в любой момент. Ладно. Что? Устройство связи, пользуясь популярностью в старом мире. В настоящее время используется в основном как украшение. Должно быть стоило больших денег. Ну, я находил порть и много телефонов. Собирали даже. Видите, самый инструмент всякий там. Кувшины. И не только. Что еще у вас тут есть интересное? Что это за бревно? Наверное, к празднику готовятся. Мэрия. Тоже самое место. Первое, что вы заметили, когда я на здании Мэри, это то, что оно очень большое. Взрослые часто заходят в него и много там разговаривают. Так с тобой мы знакомы. Моя мама работает здесь, когда не уходит в пустыню. Тетя Хадди тоже работает по соседству. Она строит мосты, модернизирует дома. И все такое. Скажи, разве это не то же самое, что и делаешь ты? В чем разница? Да, кстати, от вокзала сюда идет главная улица Сэнд Роука. Магазин Арвио, магазин одежды бабушки Ви-Ви, салон мистера Оуэна, салон мистера Пабло. Да, все они находятся на этой улице. Так что вы определенно сможете отправиться сюда за покупками, когда у вас будет время. Да, и деньги. Двигаемся дальше. Привет, Джастис. Вы должны быть один из новых мастеров. Ну, справедливости мое имя, исправилась моя игра. Нет, я с ним не знаком. Вот именно, я закон в этих краях, глава гражданского корпуса. Ничто не заставляет мою кровь кипеть сильнее, чем осознание того, что нарушители закона причиняют неприятности честным людям. Ну, справедливость всегда восторжествует. Хм, это может стать моим девизом. Так, минутку. Там... А это еще кто? О, боже. Кто тут появился? Не пугай меня, Мигель. Мне нужно представление. Знаю, что ты... Кто ты? Я пастор Мигель. А, священник. Можно сказать, что я мозг этой маленькой компании. Я верю, что ты принесешь свет Сан-Рок и за его пределами. Итак, Сан-Рок, в соответствии, ожидание места для тебя до того, как я приехал сюда из Мэйди. У меня тоже были грандиозные планы. Но ситуация на земле такова, какова она есть. Нам просто приходится выжимать воду из песка, так сказать. До свидания. До свидания. Мне показалось, что солнце зашло прямо на моих глазах. Но я думаю, что ты будешь выглядеть еще более сияющей. Если хорошенько выспишься, это новая кровать, которая только что прибыла в мой магазин. Я сам себе построю кровать, понял? Не, а, меня тут раскручивает на деньги. Что это за свалка? Картина о благословении? Уникальное украшение, висящая на стене. Это символ старого мира, означающий счастье. Хотя в Сан-Роке его редко можно увидеть в других свободных городах. Он встречается часто. Это картина разве? Взялся телевизор. Картина Меркат. Необычная картина. На ней изображен животное с телом рыбы и головой кошки. Говорят, что кошка символизирует удачу, а рыба достаток. Любимое сочетание бизнесменов. Ладно. Так, меня там ждет экскурсовод вообще-то. Церковь света мы еще должны посмотреть. Как ни как, между прочим. Я не понял, где тут вообще люди все? Опять собака, с которой нельзя познакомиться. Немо. Тебя когда научат говорить? Да, людей маловато. Пустоват городок. Там прям на каждом шагу было. На продажу дата реализации уточняется. Понятно. Почти ничего не доступно. Ну, в принципе, у нас цель не погрузиться в сюжет. У нас цель просто познакомиться с альфа-версией игры, которая будет обрастать контентом долгие годы. О, Каторию. Так, еще одна кандидатка. Подожди, подожди, сейчас расчешусь. А, мы с тобой уже виделись. Ах, ты новый. Нет, не виделись, я путаюсь. Приятно познакомиться с Каторией. Думаю, в будущем мы много работать будем вместе. Ну, возможно. Я пытаюсь превратить Сандро в жемчужину пустыни с помощью моего развлекательного центра «Золотой гусь». Полная феерия. Ну, еще куча определений. Так или иначе, даже если ты понятия не имеешь, о чем я говорю, заходи, повеселись. Вот несколько токенов для начала. Понятно, это как это... Игровые автоматы. Мэри может быть такой упрямый. Сандро практически самый центр альянса свободных городов. Можно подумать, как лучше... Как лучше этим воспользоваться. Но всегда один ответ. Ни денег, ни денег. У меня тоже ни денег. Но я пока на экскурсии. Для следующей остановки нашей экскурсии, пожалуйста, обратите внимание вон туда. Там ты увидишь прекрасный храм Церкви Света. Большинство из нас приходят сюда каждое воскресенье, чтобы петь и слушать, как министр Матильда говорит нам, чтобы мы не делали плохих вещей. Моя любимая песня про пич. Ты обязательно должна... Должна тут с полом тоже проблема. Прийти в следующий раз. На этот... Наша экскурсия заканчивается. Если вы пойдете по тропинке направо, вы найдете Световский центр, игровой центр Золотой Гусь. Думаю, пока все. Тут довольно много всего интересного. Вам стоит осмотреться и самим, когда у вас будет свободное время. Но на этом официальная экскурсия по Сандроу аджесменту завершается. На сегодня хватит гулять. Итак, что ты думаешь о своем новом доме? Очень мило. Да, я тоже так думаю. Многие люди не очень любят это место, но тебе нравится. Я думаю, это значит, что мы сможем стать хорошими друзьями. В любом случае, я уверена, что у тебя есть много вещей, которые нужно смастерить. Что касается меня, мне нужно пойти в игровой центр тети Котори. По делу. Конечно, присоединяйся, если будет время. 230 отношений с Жасмин. Задание выполнено. Проверят детали. Мигель видит... О, Пен! Это еще кто? Приветствую тебя, новичок. Думаю, ты поймешь, что пустыня может быть весьма негостеприимной. Но не бойся, ведь Пен здесь. Я буду держать бездельника подальше от Сандрока. Так что ты будешь в безопасности, чтобы заниматься своими маленькими строительными делами. Или чем-то еще. Не нужно меня благодарить. Просто делай свою работу. Хеллоу, Пен. Знаешь, я тут подумал, как же трудно быть такими сильными и красивыми. Ведь я был одарен столькими дарами. Иногда мне хочется, чтобы другие люди знали, каково это. Си-я. Си-я. Блин, уже день заканчивается. Пойду в храм и посмотрю. Что здесь еще? Здесь не так много мест в городе, которые можно посетить. Так, что еще у нас? Проверить. Тут хранится различная литература. Вся она, так или иначе, связана со светом. 101 способ увеличить свою набожность. Радио. Так, тут можно поиграть. Кто умеет, конечно. Орган в храме церкви. Вы уже почти слышите величественную музыку. На нем играют обычно во время служб и свадебных церемоний. Старые часы. А это что? Ой. Картина эпоха коррупции. На этой картине изображена эпоха коррупции. Старый мир незадолго до своего уничтожения. Люди этой эпохи использовали машины для ведения бесконечных войн. Угу. А это? На этой картине изображен день бедствия. День, когда люди старого мира потеряли контроль над своими машинами. Созданное ими оружие привело к тому, что темные облака поднялись и закрыли солнце, сделав жизнь на поверхности невозможной. Картина эпоха тьмы. На этой картине мир незадолго до наступления эпохи тьмы. Облака, образовавшиеся в день бедствия, закрыли небо. Не было времени даже оплакать потери. Люди начали искать убежище под землей, где остались на следующие 220 с лишним лет. Картина день яркого солнца. Эта картина представляет день яркого солнца, день, когда легендарный изобретатель Питч создал машину, способную разогнать облака и вернуть светило. Этот момент считается началом современной эпохи. Питч крутой был. Надо его переплюнуть. Церковный экспонат. Всевозможные экспонаты связаны с днем яркого солнца и Питчем. Наверное, все это действительно редкость. Церковь здесь по-другому, конечно, выглядит. Более, 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 более на церковь не похож. Если в Порте у нас был типичный храм католический, то здесь просто место силы, наверное. Ну, где еще не был? Опять Логан. Сто тысяч гольдов за Логана. Так, надо бы что-то сделать, пойти. Там это все... О, это ветер. Все, бегаем и бегаем. Церковное общежитие. Да, вот тут живет. Никто. Просто церковное общежитие. Хорошо. Мне же не надо есть. У меня же нет голода. Нет, у меня уровня голода нет, поэтому можно не есть пока. Я думал, мало ли, ведут еще и голод. Где я нахожусь? И вернусь домой сегодня нет. Храм. Музей. Игровой центр. Режел. Исследовательский центр. Дом Мион. Конструктор. Практик. Ну, ладно. Давайте, наверное, бежать рыболовить можно. Тут воды вообще нет, представляете? Ну, рыбачий смысл. Вот сюда мы как-то зайдем попозже, потому что он находится здесь. Дом Мион. Исследовательский центр. Дом Миры. Асследовательский центр-то здесь. Да, интересное место. А как тут поставить метку? Вот так. А, мы пошли посмотрим. Это ж можно падать, да? Без проблем. Да, хвататься только нельзя. А людей вообще нет практически. Я не знаю, с кем я тут буду отношения строить. Очень мало людей. Обычная футболка. Ура! У нас есть футболка. Ломай. Ломай этот чертов сундук. Он не будет больше стоять здесь. Есть. Открываю. Так, футболки. Куда она пошла у меня? Футболки. Наконец-то я переодел свою пижаму позорную. Блин, выглядишь плохо. Сегодня надо лечь спать пораньше. Интересно, если я 2,3 дня проведу вот так вот. Еще что-то есть? А, сесть просто. О, я думал, нельзя перепрыгнуть. Исследовательский центр. Надо посмотреть, что у нас тут. Посмотрим. Ци. Изобретатель. Новый мастер. Почему мне не сообщили об этом, директор? Эээ, привет. А что, диски отдавать? А, да, тоже диски отдавать. Я немного занят, можешь заняться чем-нибудь другим. Исследовать... А, нет, это не диски, это техника для создания комплектующих. Простой перерабатывающий совершенно. Лучше он и перерабатывает. Да, диски нужны. Здесь не для чертежей, а для, собственно, уже сразу создания, да, получается. Ну да, четыре диска. Диски мы будем добывать очень долгими походами. Какую-нибудь шахту. Или еще куда-нибудь. Там и чертеж получали на почту на следующий день. А здесь? А может, это тоже чертеж? Точно не знаю. О, Катори, привет. Мы с ней уже знакомы. Как дела? Ух, Мария, может быть, такой упрямый. Одна фраза пока что. На всех. Одна фраза на всех. Это я куда вышел? А это что за магазин игрушек? Дом загадочного торговца. Загадочный торговца дверь заперта. Но он попозже появится, я думаю. Такс. Метку можно убрать. Все, я целый день сегодня пробегал просто так. Какая-то кто? Какая-то зеленая точка. А что за зеленая точка? Не знаю. А вообще, посмотрим, что она за зеленая точка. Ой, сундук висит. Что-то так висит. Ааа, думал от меня уйдешь? Каменные кинжалы. Ура! Есть. Так, ладно, туда не пойду. Давайте оставим это на потом. Чтобы хоть что-то еще можно было исследовать. Райана и Денби. Мы с ними, по-моему, не знакомы. Ну, понятно, их дома нет. Тоже какая-то мастерская. Уютные комнатки. Что? Рабочее место Денби. Тут лежит список дел, которые необходимо сделать для церкви. Многие из них уже вычеркнуты. Записка Райана. В последний раз говорю, прибери свои носки и не вздумай снова их спрятать. Или не спрятать. Так, ну ладно, понятно. Дома хозяев нет. Пойдем пока куда-нибудь. О, Денби, привет. Ага. Служительница церкви Света, жена Райана. Понятно. Одна из моих любимых историй называется «Кормление рассады». Мораль этой истории в том, что если вы не будете хорошо заботиться о своих растениях, они вообще не могут быть... Они будут вообще хорошо расти. Понятно. Ну, все, пока-пока. А где Райан? Служитель церкви. Ну, и там тоже был пастырь, служитель церкви. С которой, кстати, можно было построить отношения. Все, уже ночь. Ох, тут дни летят. Ладно, как мне домой добраться? Все понимаю, но мне домой надо. Фонари зажигаются уже. Я пока еще не знаю, куда мне идти. Вот мой дом. Там письмо, что ли? Что-то такое. Не знаю. Какое-то письмо. Так, голубая луна. Всему виной. Пошли. В нее еще заглянем, если успеем. 20.00. Капитан. О, еще одно домашнее животное. Член гражданского корпуса. Мастер по захвату мошей. Мяу-мяу. Мяу-мяу. Мэйсон, ты и здесь не можешь найти себе место. Думаю, единственное, о чем я буду скучать, это молоко. Обязательно попробую его. Ладно, зайду в голубую луну. А тут, конечно, не зайти-то. Ура, я зашел. Не, ну это там был, но людей там не было. Оуэн. Привет, ты, наверное, новый мастер. Приятно познакомиться. Я Оуэн, управляющийся салоном в голубая луна. Хочешь перекусить? У меня есть пара пайков. Знаю, в руинах можно сильно проголодаться. Заходи в любое время, я буду здесь. Понятно. Мой папа, сушеная песчаника, выбрал салон на звание голубая луна, потому что он хотел, чтобы салону везло каждый день и каждую ночь. Понятно. А ты как сюда залез? А, тут две двери. Ну, еду мы с вами смотрели. Все тогда. Тут людей течет немного. А когда у тебя люди бывают-то хоть, а? Да их, собственно, людей в городе немного, на самом деле-то. Учитывая, что город небольшой. Хотел потусить, нажраться как свинья, но вот это такое получилось. Ну, ладно. В ту часть города сходим попозже. Пока что вернусь домой. А что там вверху? Вверху что это? Ладно, неважно. Вот, еще какой-то мужик ходит. С которым мы явно не знакомы еще. А это что за птица ходит впереди, смотрите. А, это не птица. Привет, Бьерджерс. Здорово, новый мастер. Замечательно, что ты здесь, среди наших пустынной братья. Я Бьерджерс, главный инспектор по безопасности Сандрокского отделения Церкви Света. Я в основном патрулирую Азис. Если уровень воды поднимется хоть на сантиметр, то можешь не сомневаться, сообщу об этом всеми, даже их материалам. Надеюсь, ты лучше меня по части тайм-менеджмента. Между наблюдением за водонапорной бажей, подготовкой проповедью, ходом за растениями, у меня нет времени ни на что другое. Так, я тебя нашел. Понимаю? Вот еще кто-то зеленый идет. Кто же ты зеленый-то? Так, я взял какой-то орегано. Если он начинает не хватать места в рюкзаке, то всегда можно его выложить. Покупайте древесину. Рекламный верблюд. А это что? Уазис указатель. Заборный знак, похоже, подразумевает, что люди не должны забирать воду из Уазиса. Когда они вздумаются, если загрязнить его чем-нибудь. Теперь вы можете использовать кирку, чтобы разбивать и перерабатывать мусор в вашем дворе. А также лом, разбросанный по пустыне. Отдай я того, что я не мог ее использовать. А еще что, мне сразу не сказали, что это вода для питья. Я там ноги мыл вчера. Ладно. Шаровидный кактус. Еще пару растений мы с вами определили. Уже не помещается, да? Наверное, рюкзак. А, там же рюкзак надо прокачивать. Ну нет, помещается. Чего это не помещается? Наверное, место нет. Ладно. Мне письмо кто-то написал, кстати. А я все к нему не синий как. Важные письма и подписки будут регулярно попадать в ваш почтовой ящик. Заходите почаще. Перекатите поле Ньюс. Ну, мы ее, собственно, уже прочитали и там. За это 20 монет заплатил? Ну, мама написала. Ой, я скучаю по тебе. Трудно поверить, что прошло всего несколько дней с тех пор, как вы уехали в Сандрок. Мы с твоим отцом уже так скучаем по тебе. Даже когда ты был маленьким, ты всегда выходил от нас. Иногда я просто позволял тебе идти и смотреть, как далеко ты зайдешь. Но я всегда нервничал раньше тебя. Так что, я думаю, мы должны были это предвидеть. Я так горжусь тобой и знаю, что ты добьешься больших успехов на своей новой работе. Никто больше не ухватится за этот контракт. Потому что это будет сложно, но ты все равно взял. Я знаю, что ты сможешь принести телес в Сандрок. Что-то мама пишет на непонятном языке. Я просто хочу, чтобы ты немного лучше заботился о себе. Те одеяло, которые я сложил тебе для тебя... Или это папа пишет. Или у тебя два папы. Все еще лежат у двери. Ты хочешь, чтобы я отправил их тебе по почте? Я слышал, что ночью в пустыне становится очень холодно. Мы так рады, что теперь вы независимы. А не ко мне на вы. Но Сандрок может быть опасен. Поэтому, пожалуйста, не стесняйся обращаться к нам за помощь. У твоего отца все хорошо. Он превращает твою комнату в... Как бы представить, во что? Сад. На свое их деревья бонсай. Думаю, он не хочет в этом признаваться. Но, увидев твою пустую комнату, ему стало немного грустно. Он говорит, что переместит деревья и впустит вас обратно в любое время. Так что, надеюсь, вы не обиделись. В любом случае, мы отправили вам немного денег на одеяло. Дайте нам знать, когда вы устроитесь. И не забудьте позаботиться о себе. Одни футболки. Трусы пришлите, у меня нет их получить. Инвентарь переполнен. Мясо вяленое. Ладно, переполнено. Ой, мне все выпало. Что-то взял, что-то не взял. Инвентарь полон. Так, а где же у меня сундук? А сундук надо построить, да? А сундук? Каменная корыта. Подожди, как я построю сундук? А у меня какой-то один должен быть. Или шкаф. Или что-то должно быть, да? По-моему, там вообще ничего нет. Тут вообще нифига не. А что это такое? Домашняя оценочная комиссия. Настенный фонарь плюс 58. А, это типа уют какой-то, да? Вы не поставили мебель. Опять плачущая собака. Да что ж такое? Да что ж такое? Так, ладно. Сундуков у меня нет. Их надо построить. Да? Ну да. Такая где взять чертеж сундука. Или он уже должен быть? Так, а ну... Подожди, рюкзак же мы расширяли каким-то другим способом вот так вот. И сколько это стоило? Мне нужно разглокировать, например, 3 слота, да? А это бесплатно, что ли? Или что? Что, бесплатно, да? Нет, минус 30. 30 монет. 1 слон 10 копеек. Да, 10 кольдов. Ладно, так, нам срочно нужен сундук. Футболка энтузиаста чуть не потерял. Подожди, там еще какая-то фигня у меня осталась. О! Иголка кактуса. И еще какая-то фигня, которая не влезла. Вот. Ай, что за куст? Ура! У нас уровень. Атака выросла, здоровье выросло. Ничего себе здоровье растет. А это что за фигня? Песчаная трава. Так, гравий я могу кирку использовать. Деревьев тут мало, поэтому добывать дерево будем из мусора и, собственно, из... Ты кто? Призрак какой-то был. Ладно. А себя догнать, интересно, какие были бы награды за него. Чуть-чуть сейчас набью себе песчаной травы. Вот это, наверное, да? Дает что-то. Узнала кактус в своем дереве. Уже поздно нужно отдохнуть. Да некогда мне. Ой, блин. Привет. Не мог не заметить, что ты занимаешься незаконными делами. У нас запрещено рубить деревья. Ой-ё. Вблизи города. А, прости, я не в курсе. Мне древесина нужна была. Слышишь, я думал, ты тебя здесь нет. Уже ушел отсюда. О, вырубка деревьев в городе может иметь серьезные негативные последствия для окружающей среды. Поскольку это твое первое нарушение, спущу дело на тормозах. Но если я поймаю тебя со вырубкой деревьев снова, что ж, у меня не останется другого выбора, кроме как оштрафовать тебя по всей строгости закона с андрокой о нарушении общественного порядка. А что еще хуже, так это, если тебя снова увидел, как ты рубишь деревья, я не знаю, захотел бы вообще с тобой дружить или нет. Уверен, что многие жители города подумали бы вот так же. Не переживай, ведь ты сможешь найти деревянные отходы в пустыне, купить у меня привозную древесину. А, вот чё. Вот чё ты волнуешься. Или даже посадить собственные деревья на самом своем участке. Видишь, есть много способов, так что тебе нет нужды рубить эти деревья. Вот и все, мастер, береги воду, не рубите деревья. Да иди ты, Бёрджис, ты мне уже не нравишься, между прочим. У меня сундук надо сделать, а я вот с тобой бегаю. Так, вот, мини-ящик для хранения. Нужен 10 древесины. Блин, так я же должен что-то построить, наверное. Лом дерево. Это тоже можно взять? Можно я это возьму, Бёрджис? Спасибо, Бёрджис. Мне сейчас спать как-то надо. Что, опять не помещается? Так, это записная книжка вашей сборочной станции. Не содержится сведения обо всех крупных устройствах, которые вы можете создавать. Сейчас вы можете сделать только простой переработчик. Ну и ладно. Подтвердить отмену. Подожди. А, создаю. Простой переработчик. Да. Так, такая же схема. Открыв чертёж, вы сможете знать, что потребуется для создания этой машины и как раздобыть материалы. Каменная корыта. Я сделал это на своём верстаке. Две штуки. 12 камня. Я буду разбивать этот камень киркой. Три дерева у меня есть. Пила дисковая. Две штуки. А это где взять? А, сделать из динаса. А рубка деревьев, забудьте об этом. Вовремя он прочитал. Я могу получить всю необходимую древесину из отходов. Да, конечно. Время. Время, время. Дисковая пила. Так же делается на верстаке. Всё понятно. Открыв чертёж, собрать. Я могу это собрать? Нет. Нажмите здесь, чтобы начать создание переработчиков. У меня ж нет пилы. Когда вы начнёте сборку, понесите чаще вашу инструкцию на платформу сборочной станции, чтобы завершить её. Вы можете перейти к справочнику, когда будет нужно. Так, дайте мне создать, блин, ё-моё, хотя бы ящик. Нет, не каменная, дайте мне ящик создать. Смастерить. Дайте, это у меня совсем плохо с... Ну, вы поняли. Смастерил? Смастерил. А теперь ящик опять поп... Ух, спокойно. Не помещается уже всё. Так, мне нужен инвентарь. Мне не хватает места. Что за фигнём я тут? Давай два. Три давай. На 40 гольдов. Ключ, я потратил всё на сундук. Так, есть. Теперь я беру ящичек. Дать мне ящичек. Мой инвентарь. Инвентарь. Одеяло. Энергия плюс 7. Надо дать мне вот это. Есть. Теперь я беру его, да? И могу поставить прямо вот тут. Отлично. Предмет размещен. Я сюда захожу и начинаю сбрасывать весь мусор. Надеюсь, у нас будет давать строительные материалы. Надеюсь, они подтягиваются автоматически. Надо будет, да? Брать всё в руки. Автозаполнение. В смысле автозаполнение? А, нажимаешь, он автодобавляется. Так, строительный материал. Тонкая нить. Пусть идёт, да. Хитиновый панцирь. Возможно, пригодится. Флюорид. Тут же у нас воров нет, да? Толстый канат. Ресурсы. Ну, пусть будет. Горшок можно поставить дома. Деревянные доски-то нараспил, наверное. Медные ресурсы. Стул у меня есть простой деревянный, кстати. Испорченная ткань. Монет на переработку, скорее всего, пойдёт. Вот это вот хорошо. Сушённая это еда, по-моему. Гореное мясо тоже. Ножи для чего? Это для атаки. Деньги. Что, здесь монет осталось? Нет, 56. Что это за деньги? А, это не деньги. Это сыграть в автомат. Это мы потом посмотрим. Пищевые отходят. Всё на переработку пойдёт. Ладно, пока хватит. Я ещё и рассортировался. Два места оставим. Нагодится. Так, 2.13. Сейчас опять начну валиться с ног. Ладно, всё. Мы, в принципе, всё сделали. Теперь только ресурсы на верстаке подготовить. Ящик первый поставили. Дайте быстрее лягу спать. Это сейчас опять потеряю сознание. И опять... Я опять проснусь с синяками. Я выгляжу всё хуже и хуже. Надо раньше ложиться спать. Посмотрите. Посмотрите, как я ужасно выгляжу. Боже мой. Хлебни метку. Хлебни метку. Так, подожди. У меня стул есть. Поставь его. Его можно поставить. Ладно, я не знаю. Когда сохранится сейчас. Не сохранится. Это же с начала дня, наверное, что она как обычно. Да? А чё только так. А если так? Можно и так. Ура! У нас есть мебель. Вот и проверим с вами. Простой делёный стул. Отдых на стулях и скамейках. Мебель восстанавливает энергию. Более удобное сидение быстрее восстанавливает энергию. Да, парень. Судьба у тебя незавидная. Тебе предстоит очень много работать. А ты не попробовал умываться? Может, уйдут пятна? Возможно, и уйдут. Так, ладно, вставай. Хватит тут сидеть. Всё. В следующей серии мы с вами попробуем построить... Во. Керамический сосуд ещё поставил. С вами попробуем что-нибудь построить на верстаке. Первую перерабатывающую станцию. Тут весь мусор должен перерабатываться. Будет автоматически, я надеюсь. И здесь надо будет ящик с едой ещё поставить. И вообще, надо обживаться и смотреть, что да как и дальше. Всё, друзья. На этом мы закончим наше знакомство с игрой. Как часто мы будем сюда возвращаться? Всё зависит от вас, как говорится. Если интересно, вы знаете, что делать это, я говорю, всегда. Потому что здесь в игре, собственно, я думаю, сюжет будет появляться очень-очень медленно. А основной будет затравкой, наверное, вот такие вот задания. Создать каменное корыто, собрать три дерева, пила дисковая. И построить простой переработчик. И я думаю, дальше одно-одно и одно и то же. Собственно, как и в порте, будем с вами строить, строить, строить. Добывать, добывать ресурсы, копать шахты. И сюжет с новыми обновлениями будет постепенно сюда добавляться, появляться. Единственное, что я хочу посмотреть, с кем мы с вами познакомились. Мы познакомились с вами с большей половиной жителей даже. С большей частью. Нет, ну с половиной точно, да? Нет, даже больше. С большей частью даже. Половину мы преодолели вот с вами, да. Тогда тут осталось только раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Здесь человек не нашли, тринадцать в сумме. Но эти ячейки, как мы помним, оставляли на будущее обновление. Поэтому не факт, что они еще и появятся. Но судя по тому, что по городу бродит, ну, не очень много людей. Хотя, по факту, наверное, столько же. Ну, ладно. Ладно. Что дальше будет, не знаю. Какую из кандидаток будем с вами сватать, тоже не знаю. Пока что, пока что никто не приглянулся, кроме Мейбл. Но она замужем, к сожалению. Миан, Жасмин. А, Жасмин это ребенок. Ой, господи, к нам меня тянет. Грейс. И кто-то еще там на ферме жил, как Эл... Не Элис, Элси. Элси, да, на ферме живет. Ну, в общем, ладно. У него колено разбито. Травма, видать. Как я ужасно выгляду, боже мой. А может ты, это, куртку от мамы наденешь, а? Или что она там тебе прислала? Где ты тут? А ну, футболка. Футболка от мамы. Не знаю. Футболка от мамы почти такая же, как с кактусом. Ну, она тебе тоже что дала первую футболку с кактусом? Давай лучше это. Она тебе лучше подходит под шорты твои. Ой. Топор хоть не ломается? Нет, топор не ломается. Сила инструмент. Просто, если хочешь мощнее, надо будет его усовершенствовать. Ну, а во всем остальном вся та же портия. Никаких новшеств пока что мы здесь с вами не увидели. Возможно, появятся они позже. Все по стандартам портии. Не то, что все, а абсолютно все. Ну, посмотрим, что будет дальше. Все. Спасибо всем, кто смотрел. С вами был Дмитрий, канал Шедвель Игровые Миры. И до встречи в Сент-Роке, который будет обновляться и обновляться и обновляться. Пока.